18 августа 2015 года, это вот брат Виктор сейчас у нас Савченко живет, а здесь раньше Никита Михаил жил, вот, это Потеряевка у нас, батюшкин дом, у нас тут бабушка Серафима живет, своим сыном Владимиром. Покажи там, скажи Ане, вот это сеночки, посмотри, какие сени, а это Даша там, заходи сюда. Это вот мы вчера, да ладно, можно не закрывать, потому вчера с Виктором все дожди свет, мы занимаемся печкой, вот эта печка грузская, я посмотрел, она совершенно неправильно сделана, то есть человек самоуком делал, он не знает, что пот должен кверху идти, вот так, наклон, наклон, какой наклон, и там 51 см, а здесь, допустим, 48 см. у входа, а то кружало делается, а в них никак, угольники, кирпичи наложили, а вот поэтому вырывается сюда, а когда вот такой процент наклоном высчитан, то огонь идет кругами и в обратную сторону, и он отдает весь жар там, а теперь к трубе уже идет почти один дым. Он не знает этого, который делал печник, он умер, ну посмотрели вчера, котел мне понравился, котел хороший, никаких, конечно, тут оборотов, одна стенка маленечко греет. Ну и вот сделали летний ход, у него не было, никогда дыма не будет, и вдруг он полез, дым, это две задвижки на русскую печь, я первый раз вижу, он не знал, как свести ее в одну, видно, ну и, а до что она опять зайдет в свое русло. Кирпич 25 на 12,5 см, это размер канала, но это для этого, вот, вот где может быть, теперь отсюда вот вода выходит, вот смотри, вот здесь поднимается, и здесь поворачивает дым, и вот в этом месте может быть скопление. Тебе надо вот эти закрыть, чтобы туда прочистка не пошла, и вот сюда вот протолкнуть, а это должно быть открыто, и туда что упадет, ну там уже у тебя замазано было, ну там меньше места, тут поворот не дают. И там какие-то повороты, какой-то змеевик, то есть поворот, если наверху делается, называется свинья. Ну, я 40 лет печально занимался, поэтому для меня это... Так, здесь, может быть, тогда кирпичик убрать? Да, если бы вот здесь кирпич был, выдал, блин, но ты тут вот так, ну, если хочешь, сделай, тогда тебе каждый раз не надо быть, но я не думаю, что все залит, ты, может быть, вот так вот, я могу даже очередить, где, вот так вот, и вот его, вот это вот, вот здесь вот, прочистку сделать, потому что канал идет, а прочистки где-то. Ну, и она постепенно, сейчас наверх пойдет, так, покажи другие комнаты, пройди сюда. Сколько полезной площади? Вот сюда заходить не надо? О, 57 квадратов по документу. Вот он вынажает, видишь, Виктор, обиходил как коврики, маленько покажи, 57, вот так. Ну, жить можно, иконостас у него хороший, ну и шикарная царская постель, король с королевой. Вот уже, ничего не скажешь. Да, что за комната? Ага, добрый день, утро. Вот тут на свет-то, может, будет и не видно где-то, ну, понятно здесь что, плитка, тут компьютер, тут еще многое переменится, когда здесь наладится, плитка уйдет в другой конец, вот оно как. И маленькая комнатка, еще здесь у них жила мама, где можно было молиться, сюда зайди, вот, поглядите. Это, видимо, у них был маленький иконостас, она ушла куда-то, неизвестно провалилась, потеряла веру. Вот, вот тут что-то такое, сушится, делается. Я к чему говорю, что сейчас оказалось, мы затопили, вот они, прочистки где, одна прочистка, вот где-то, и на той стороне прочистка, на всякий случай, покажи. Вот, и затопил вчера, и она дымит, бумага даже дымит, она не должна дымить, стопроцентная гарантия, но она дымит. Ну, я 40 лет-то печеньком был, я сказал, это значит выше, в другом месте, не здесь, здесь все проверено. Я вчера пришел, ну, примерно в одном месте сунулся, и взял, начертил на стене, как дым идет-то, и когда разбили, так и оказалось, где поворот, и все, я заранее еще начертил на стене. Так-то тебе прочистку, может, с этой стороны даже сделать, замерят все, смотри как, с какой стороны. Уходим дальше, начерт-дак. Дело в том, что человек, который продал здесь, у меня, у него было название «своя выгода», он только о своей выгоде думает, ни перед чем не останавливался. Петр уезжает и начал по частям продавать, продает, вот баня была, хорошая баня, все, он ее продал, а цену за дом, цену оставляет ту же самую, по частям продает, отдельно трубу, отдельно тапочки, все. И сейчас, ну, продали за 200 тысяч, матушка перекупила, и сейчас говорит, а мне еще 30 тысяч, я сказал, отдайте, соберите 30, он никогда не насытится. Никогда. Почему? Потому что веры там никакой нету. Десятину человек никогда не платил. А десятину не платят, он обкрадывает Бога. А человек, вот, видишь, вора, сходишься с ним, тут уже всякое было. Главное, что домик будет приобретен. В воскресенье я объявил сбор денег, уже люди наши же, деревенские, кто сколько дал. То есть можешь уже рассчитаться. Ну, попозже немножко. Но рассчитаться сначала с ним. В письменном виде, к Елене Анатольевне пойди к барабаш, чтобы она составила, что тот человек, к кому дом принадлежал, что он не имеет претензий. Эти 30 тысяч, которые не входили нигде, он сам назвал произвольно, назначил, собери, отдай. Отдай. Просят, отдай рубашку, отдай верхнюю нижнюю одежду. От него нельзя отстать. Он документы не оформляет. Он не дает. Он хитрит, и везде у него так. Я его спас от тюрьмы. Он забывает. Замешан был своим оружием в убийстве человека. Я за него ходатайствовал. Говорю, он никакой, но он теперь принял крещение, может быть, другой. И он это ничего, ни во что не берет. Он мне обязан жизнью своей буквально, а он сейчас как лютый враг. Почему? Потому что вероотступники. А я хожу, молиться надо за патриарха. То есть он ничего не знает, и патриарх ему не нужен. И вот теперь залезть наверх, посмотри. На чердаке, вот я прожил 76 лет, не видал такой беды. Там надо... Ты возьми молоток, который отковырит кирпичик. Я сразу покажу. Сразу. Молоток и кельму. Не видал такого. Это свалка. Вот что у него есть в мешке, банки, склянки, бутылки, бумажки. Он туда открывает. То есть он жить не думал. А нести надо на свалку. Он туда забрасывал. Из чердака устроил свалку. Из своего чердака. Но хозяин, когда покупает, он на чердак не лазит. Не видит. Мы сейчас залезли, я попятил, Саш. Я не видал такого. Это надо сейчас по одной вещи перебирать. Одежда старая. Ну, я не знаю, туалет у него там был или не был. Вон курица, видишь, яйца надо взять. Она, видимо, ты у нее взял пару не была. Она садится здесь. Унисти яйца, там их поколотит все. Их надо проверить. Может, они уже запаренные. Запаренные, значит, вот. Вот залезешь сюда, Володенька, посмотришь. Я хочу показать, что бывает с человеком, когда он обойди не заботится. Давай, видите, с инструментом сюда. Посмотри, вот, когда заросшего не будет, какая окрестность. Посмотри, какой. Это живет вот Плотниковый. Почему они в Грецию уехали? Здесь вот Нила живет. Вот он ее домик. Она одна живет, но у нее все хорошо. А там дальше Нина, жена моей, родная сестра. Вот. Вот сюда вот если подойти, положить дубки как будет. Вот там синенькое, видать, через деревья. Это храм. Тут удобно. А где храм, в этом же здании школа. Виктору тут удобно. Даже очень удобно будет. Вот это батюшкин дом. Вот смотри, сейчас я открываю, только не упади. Вот так вот сюда потом перешагнешь. Давай я зайду. Заходи сюда и закрыть здесь надо будет. Вот, посмотри, ступить негде. Свалка. Поверни туда, сюда. Посмотри, коробки, мусор, мешочки, банки, склянки, бутылки. Пройти нельзя. До самого дальнего угла все абсолютно замазано. Я не видал такого. То есть это такое состояние, которое... Ну, человека должно бы подвигнуть в покаяние, по-моему, когда он придет в чувство. Мы ему оставим это на память. Я его не называю ни фамилией, ни имя. Знаю, что он... У него вся терминология блатная. А кто меня заложил? А кто? Вот пробуйтесь и говорю. Все про меня говорили. Это батюшка тайну исповеди раскрыл. Ну, хулиганские выходки. На батюшке. Вот что говорит-то тогда. Машины там менять, это надо. Это покупать, перепродавать. Вот все такое вот. И вот теперь с этим домом. Рассчитайся в этой неделе. В специальной съезде или как. Составить документ прям сегодня надо. Документ, чтобы был. При свидетелях. Свидетели расписались. Он на этом не остановится, пока не будет документа. Ну, а если дальше будет... Дальше вот это все покажем. Этот процесс будет длительный. Давай, разломывай. Вчера ты сделал, неправильно меня не позвал. Вот зайди оттуда, может быть, лучше будет видно. Да нет, нормально. Покажи дом. Он напротив диакона, через окно. Быстро его снимайте. Где Кельва? Давай сюда. Так, там не трогай. Вот это, только эту. Давай. Смело разворачивай. Давай. Все, удирай. Потом почистишь. Да. Вот. Что такое, держи. Так, вот это оттуда идет. Ну-ка, оттуда руку опусти. Далеко она идет. Ровно там идет. Вот. И дальше идет горизонтально. Дальше идет горизонтально. Туда идет, да? Да. Вот теперь надо там проверить. Есть там здесь. Так, подожди-ка. А где ты, говоришь, змеевик-то? Какой змеевик? Ну, я так называю. Я, может, не правильно. Не хамочет, нет? Тут один. Вот так вот раз. И туда, и туда снова. Вот я назвал этот змеевик. А-а-а. Ну-ка, подожди. Да-ка тут. Это что? Вот они, повороты такие здесь и сделаны. Да как она? Тут вообще непонятно. Тогда целиком надо разбирать. Тогда русская печь, она из-за этого и не тянет. Какие повороты? У русской пищи поворотов не должны быть. Она напрямую идет. А ну-ка разворачивай дальше. Вот я вчера камешек бросил, думаю, он там окажется. Там нет ничего. Нет, разбирать. Вот это дело человек это совершенно не понимает, что делает. Вот оно что делается. Так, чтобы не проломить тут. Ну-ка давай. Это все ты почистишь и сделаешь. Рыбины. Так. Дальше. Это надо убрать. Это тоже вот это одно. А под ней одну. Трубу не уронить только. Подожди. Подожди. Вот эту вот только где-то, наверное, нет. Тогда вот эту убирай. Подожди. Тут еще тогда не сделать. Тогда пререзать трубу. Как это? Куда идет дальше? Ну там я не достаю, куда она идет. Или вниз, или еще один такой же. Так а здесь-то что-то? Почему она здесь уходит? Почему она там прорезана-то непонятно? Совершенно непонятно. Я сейчас не успею. Мы уходим на работу. Оставить пока все как есть. Кирпич почисти. Тут небольшая работа. И на этом пока оставить. Я не могу понять, почему. Труба в стороне. С чем связано? Все, мы уходим. Кирпич положить рядышком. И больше ничего не надо делать. Чтобы он не проломил, положи какую-то доску тут на кирпич и прочее. Чтобы потолок-то не сломать. Все, уходим. Вот смотри, что тут есть. Вот это, конечно, надо. Да, на полдвери какие-то на чердаке. Вот посмотри, что здесь есть. Что тут? Рубашка. Крятка. Здесь что здесь? Ничего не было. Какие-то обрезки. Бутылки. Вот она банка. Бутылка такая. Ой-ой-ой. Банка. Покрышка. То есть, мусорная свалка. Он никуда не выходил, поднялся, забросил и все. Ну, перед Богом это все. Ясное дело, что никакой веры тут и нет. Обман один. Ты вот сколько ложишь. Самолист только, чтобы его Бог не наказал. Вот такой обман. А потом глину от отыгряю опять размягчи. В одном месте ее сгорненье. На что-то. На бумагу. Глина вся тебе сгодится. Ничего, не пищалься. Я сейчас пройду туда вниз, открою русскую печь и ты посмотри, сюда она выходит или нет. Да как здесь увидишь, там же изгиб. Ну, сейчас я открою, ты посмотри оттуда. Мне крикнешь, открыто или нет. Пошли, Володя. Как я тут увижу это. Тут вот он, отгиб же идет. Сколько мы на нынче время сегодня потеряли, ну, того стоит. Вот он. Ну, как, открыто, нет? Да я ведь не вижу ничего. Ну, туда палочка потух и вниз-то. Далеко уйдет, нет? Там же изгиб, Игнать, Иван Ильич. А? Там же изгиб. Как он потыкает? Там же изгиб идет. Изгиб. Ну, вот она досмотреть тогда. Она должна вот так вот выйти и прямо уходить туда. Все, уходим. Совершенно непонятно, в чем дело. Как именно? Как можно сказать, я даже не могу понять. Ума не хватает. Не то, что так не делают. А делают только на зло, если делают. Только так можно сделать. Ну, допустим, вот через угол делать дверь. Вот так вот, в угол. Ее в углу не делают дверь. Она сбоку. И там, где меньше заносится. Уходим. Все. Вот так вот. Продолжение следует...